Число людей с онкозаболеваниями с каждым годом в Дагестане, как и в целом, в стране увеличивается. Возрастает нагрузка на существующие профильные медцентры. Сами медики говорят, что количество выявляемых больных увеличивается благодаря ранней диагностике. Как обстоит ситуация с лечением тяжелых заболеваний, узнавал премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он проверил работу онкоцентра и центральной больницы. Подробности в сюжете Натальи Ханбабаевой. Каждый год в регионе выявляют около 4000 человек со злокачественными новообразованиями. И больше половины из них нуждаются именно в радиологическом лечении. Имеющиеся аппараты для лучевой терапии уже устарели. Чтобы решить проблему, регион участвует в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Мы получили колоссальное количество оборудования, но всё современное и всё необходимое в нашей работе. Также были закуплены два линейных ускорителя. Принципиально отличающиеся от предыдущих поколений тем, что здесь нет источника кобальта, а есть ионизирующее излучение с помощью ускорения частиц. Новое оборудование нуждается в особых условиях. Для этого строят спецпомещение, так называемый каньон. Заработает он уже в конце лета. Для того, чтобы установить такое высококлассное оборудование, необходимо помещение. В течение полутора лет готовились разрешительные документы, проектно-сметные документации. И в 2022 году, к концу 2022 года началось строительство. Сложный, уникальный корпус со всеми технологическими решениями на сегодняшний день ближе к завершению. Премьер-министр в ходе общения со специалистами отметил, необходимо больше общаться с народом, рассказывать о возможностях медицины в Дагестане. Начиная с 18 лет, проходить ежегодную диспансеризацию на выявление экологического заболевания. Вот об этих вещах надо говорить. Мы должны с народом работать. Это да, это прогрессы последних десятилетий, что мы не работаем с народом. И специалисты не работают, в частности, будем говорить, по медицине тоже. Это и органы власти тоже должны работать. Имеется в виду органы исполнительной власти, все и министерства, и все главы муниципальных образований, и муниципалитеты, и все чиновники тоже должны об этом говорить. Глава Кабмина посетила и республиканскую клиническую больницу. Здесь строится новый центр ядерной медицины, который позволит выявлять онкозаболевания на ранних стадиях. О новых возможностях рассказал главврач медучреждения. Сканирование ПЭТ-КТ проводится от мочки уха до средней трети бедра. Это так называемое классическое сканирование – холл-боди. Если у пациента рак легкого, миелонная болезнь, меланома, то мы проводим исследование XL от макушки до пят. Все тело, потому что эти локализации дают распространение и в эти зоны. В конце прошлого года в республиканской клинической больнице открыли обновленный центр гемодиализа, оснащенный современными аппаратами. Теперь амбулатория может принимать дополнительно 60 человек. Абдулмыслим Абдулмыслимов лично выяснил мнение пациентов о работе. Они положительно отозвались об условиях и специалистах, однако рассказали и о некоторых сложностях. Вот только одно хочу сказать, а насчет транспорта что-нибудь может быть? Все мы можем. Я на квартире живу и каждый раз платить приходится на такси ездить. Новый центр и оборудование – это возможность для дагестанцев получать качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики и без обращения в частные клиники. Пройти диагностику, получить лечение и консультации специалистов можно в госбольницах бесплатно. Наталья Ханбабаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.